Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1132. Эпиграф. Псалом 65, 18. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глаз умоления моего. Это за 21 января 2019 года. Мы каждый день даем объявления. Осталось четверо детей, сестра умерла. Желающие могут помочь. Четыре ролика, как хоронили, все показано. Здесь прочитайте, затормозите, потом и прочитайте. Димитрий, видел его ролики и ваши беседы с ним, с Сергеем Козловым. Что-то за гранью человеческой, конечно. Мир ему, да будет на все воле Божье. Я отвечаю одному. Если вас действительно интересует вопрос о бритье бороды или пострижении ее, то внимательно прочтите, прослушайте, законспектируйте вот это. Бродобритие. Семь страниц на нашем форуме во свете Библии. А он еще нет. Давай опять придираться. Это ветром, это вновь. Ну, выкинул ты. И мы это и не надо. Эти тролли. Бесы скандинавские из-под земли. Сергей, воин Христов. Его нужно присислить к лику святых. Какой-то, вот пишет сейчас назад. Вот, какая-то Багира. Вот Багира. Имя ее такое там. Или это пантера черная. Господи, сколько он ему сил давал про Сергея Козлова. Я недавно увидел и подписалась на его канал. Недавно я болею. Но давно, наверное. Так вот, такой человек заставлял задуматься. Действительно, герой. Сегодня случайно узнала. Ждала видео новое. Последнее видео. Чат-рулетка. Он молодец. Очень сильная вера. Михаил Кальмаев. Когда уходят такие люди, как Сергей, то возникает такое чувство, будто бы осиротела Россия. А одно успокаивает, что на небе будет еще один праведник и молитвенник, как любящий Господа Иисуса Христа. И переживающий не просто за страну, народ или каких-то людей, но переживающий за дело Божие, за дело Спасителя Иисуса, за благую весть и несение этой вести и ближним, и дальним, за дело проповеди в Ангелии Иисуса Христа. Филиппийцам 1.21. Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Вот это приобрел он Игорь Гарин. Сергей открыл мне полноту православия, полноту веры. В тот момент, когда моя душа металась и была пуста, когда я смотрел его ролики, я понимал, что каждое его слово – это истина. Он говорил евангельскими словами. Сергей для меня очень много сделал и очень много значит. «Слава тебе, Господи, за такого невероятного человека! Он пример для каждого из нас!» Андрей Рогащевский. «Господи, Твоя да будет воля!» Маргарита. «Вечная память! Упокой, Господи, душу раба твоего Сергея!» Василий. «Хоть я и протестант, но печален я!» Сергей чем-то притягивал. «Прямотой, что ли?» А Андрей недоступ. «Брат Сергей на этом земном поприще принял немаловажное участие в моей духовной жизни. Благодарение Всевышнему, что даровал всем нам иметь общение с этим человеком, получить пример терпения и мужества. Господи, прими в обители свои труженика и подвижника брата нашего Сергея!» Надежда Тишли. «Царство небесное нашему брату! Как будем без него?» «Не могу поверить!» «Он теперь с Господом, мир его душе!» Ещё один. «Зи святыми упокой раба Божего Сергея!» «Вещная память!» Елена Скрыник. «Вещная память!» «Упокой, Господи, со святыми твоими!» Евгений. «Брат Сергей отошёл ко Господу, Владимир. «Упокой, Господи, душу раба твоего!» «И того молитвами!» «И нас помилуй, укрепи в вере и покаянии!» Ещё Атлас. «Так он в больнице ещё!» «Почему ж хороните-то его уже?» «Иван, жаль его!» «Покойся с миром!» Гарри. «Ушёл из жизни брат Сергея! Он был для меня, да и для многих, наглядным примером веры в Господу!» «Он был маяком нравственности и веры!» «Он, как Ев, который до конца пронёс веру и любовь в Господу нашему Спасителю!» «Да покоится душа его миром!» Ник Скляренко, Австралия. «Молимся за Сергея, земля пухом, царствие небесное ему!» «Велика радость знать святого Господу при жизни!» «Молись, Сергей, за нас, идущих по долине смерти!» «Наталья. Благодаря брату Сергея и его болезни, смотря его ролики, когда мне было тяжело телесно, он как будто мне продлевал силы духовные. Смотри на его страдания, плотью, на всё плевать хочется, только бы быть со Христом! Помяни, Господи Иисусе Христе и упокой в обители небесная раба твоего Сергея и укрепи дух матери Татьяны и всех родных!» Перед уходом в иной мир он показал и оставил хороший пример, погружаясь в щад рулетку. «И там, среди этих мёртвых, успел поблаговествовать, и слушали его к стыду православным. Мусульмане больше!» Андрей Авраменко. «Предание из уста в уста, да. А что я говорю? Вы хотите сказать, что умели считать и писать?» Вот пойми, что он тут городит. «Наталья, помоги, Господи, для матери! Это всегда самое больное, когда её кровинка перестаёт дышать. Даже в таком тяжёлом состоянии. Это самое больное, когда мать хоронит детей, а не дети-мать. Утешит сердце Господи Татьяны, матери Сергея. Братья, а кто-нибудь может поехать к Сергею по просьбе Игнатия Тихоновича и всё заснять? Может, помощь финансовая нужна? Кто-нибудь живёт поближе к Воронежу? Сделаем в его память хороший ролик о нём и выстоим на YouTube-канал. Побольше людей узнают и придут к Господу через канал Сергея и беседы в его светлую память. Ксения, для помощи финансовой есть номер счёта мамы Сергея, вот Сбербанк. Получатель Татьяна Ильинична-Козлова. Вот интересно, как. Сделать хороший ролик. Я бы сейчас сказал, Сергею надо делать, он бы сделал сам. Он очень хорошо делал, а я таких и не знаю, кто так может делать. Он там и фотографии, и редкие кадры, и с наших всё возьмёт. Наталья, спаси Христос, Ксения. Об Сергея я узнал из канала Игнатия Тихоновича. Что-то в этом есть, когда ИТ повторяется в роликах, потому что новый человек не знает. Никого. Открыв ролик, ИТ сразу узнаёт много и о блюдах новых. Валентина. По поводу пересылки денег надо бы посоветоваться с Игнатием Тихоновичем. Что он скажет? Ну, пока не спрашивали, я ничего и не отвечаю. И один человек. Отошёл ко Господу парализованный иконописец Сергея, исповедник веры православной, проповедник, друг, брат во Христе. Сергей открыл мне полноту православия, полноту веры. От него я услышала живое слово. Когда я смотрел его ролики, я понимала, что каждое его слово – это истина. Он говорил евангельскими словами просто и очень понятно. Он любил Бога, любил людей, души человека и всегда находил для каждого нужные слова, не обращая внимания на то, кто перед ним – школьница или седой старик. Сергей очень многих привёл к живой и настоящей истинной вере и очень много страдал физически, будучи по глупым случайным стечением обстоятельств парализован уже 17 лет. Но всегда превозмогая боли, он прославлял Бога. Слава Тебе, Господи, за такого невероятного человека. Слава Тебе за предоставленное мне счастье общаться с ним. Он – пример мужества для каждого из нас, крепости духа и силы веры. И большая утрата. Со святыми у покоя Христе Божий наш, душу рабат Твоего, Сергия, и сотвори ему вечную память. Аминь. Ибо для меня жизнь Христос и смерть – приобретение. Филиппийцам 1.21. Людмила Дрёмина. Рахиль. Будем продолжать распространять Сергея ролики по соцсетям, дабы благовествование не остановилось, и чтобы многие ещё были бы призваны через те ролики к истине Христовой. Вечная память брату нашему и вечный покой. Я отвечаю, мир вам, если в папке, как в Потеряевке, много файлов, то не слеплять, а по одному и ставить. Но если по темам будут, скажи, схожие, то можно соединять хотя бы по 750 мегабайт. Надеюсь на вашу мудрость. Ещё, вот очевидно, повторы, что уже закачано давно было на нашем канале. Тут уж ничего не поделать. Выбрасывай такие в корзину. Ночь прошла, я уже по-другому говорю, сохрани. Наталья, всё идёт к пришествию Антихриста и интернет. Когда скажут всем через СМИ, мир и безопасность, и будет писать на правой руке. И кто захочет купить интернет, надо будет, и печать принять, не только паспорт, данные об личности. Тут ребёнок по трубе матери уже все данные от защития записываются. И куда не пойдёшь, везде. У моих детей паспорта с отпечатками пальцев. Четыре дня мучили детей. Система в компьютере. Не могла сканировать новый закон. Хочешь, не хочешь, а отпечатки снимут. И без того, совершеннолетний или нет. Вячеслав Игнатий Тихонович, мир вам. На похорон дорогого нам брата во Христе, Сергея Козлова, мы едем. Я, Екатерина Тинникова, Дмитрий Ермаков и Виктор Макаров. Какие будут наказы? Мне подсказали, что нужно будет скачать весь материал с его компьютера. Было бы хорошо, если бы кто-то из близких, знакомых его матери, предварил бы нас там заочно, чтобы всё было в согласии с его близкими. Также и съёмка. Мир всем. Поздравляю всех с прошедшим праздником Крещения Господня. Это другая пишет. «Новость о Сергее Козлове для меня была неожиданной. Но как молилась за него о здравии, так теперь продолжаю молиться о упокоении. Со святыми упокоя Христе душу, раба твоего новопредставленного Сергея, и где же не есть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Очень хотела выйти с ним в скайп на беседу, но так и не успела. Очень сожалею. Очень нравились его ролики. Когда мне сообщили о его смерти Ксении, то я сразу же решила прочитать о нём семнадцатую кофизму. Слёзы текли, а душа радовалась. Думаю, что он с Господом. Так как когда я считала, то умом понимала, что все слова этой кофизмы Сергей уже пережил. И ощущение такое было, что не я считаю, а что это Сергей уже этими словами разговаривал с Господом. А я всего лишь их повторяла. С одной стороны, мне очень хотелось, чтобы он исцелился, ещё долго жил во славу Христа, а с другой стороны, его долгие страдания и искреннее желание соединиться со Христом дало ту надежду и тихую радость, что так и случилось, как он того и желал, имея желание разрешиться и быть со Христом. Филиппийцам 1.23. Игнатий Тихонович, вчера в воскресенье, да и сегодня, в понедельник, я ездила на малое благовестие и раздачу Евангелия в больницу. В одной палате лежала одна мама моей хорошей знакомой-то, где Господь расположил сердца всех слушающих, и где я записал ролик. В этой палате были православные номинальные, редко заглядывающие в храм. Одна католичка, одна мусульманка, тоже номинальная, но она взяла Евангелие для своей подруги. Сегодня я тоже к ним заглядывала, а они остались довольны беседой. Слава Христу! Игнатий Тихонович, прошу ваших молитв. Враг нашего спасения нападает сильной телесной немощью. Спасибо, Христос, благодарю за ваши труды. Всем братьям и сестрам из двух ваших общин, а также и третьей виртуальной, компьютерной, мой молитвенный поклон. Скидываем вам совсем новые ролики, которые нужно будет соединить. Екатерина Голубева. И далее. Игнатий Лапкин. Сегодня, 22 января 2019 года, в Воронеже хоронят Сергея Козлова, который пролежал парализованным 17 лет, умер в 47 лет. Показывает всего только один наш видеоролик на нашем канале «Восетия Библии», открытым оком, в котором Сергей дает комментарии. «От нас ушел удивительный человек, православный, страдалец, безропотный, оставив плоды своего сердца, обновленного Иисусом Христом, в духовном рождении свыше». Называется «Василий решил купить новый дом». Часть вторая. Декабрь 2018. Название видеоролика. 3137 просмотров. Ну, а какое отношение имеет? Слушай, тут комментарии дает Сергей парализованный во славу Христа. Говорит, Сергей, это, то есть, Евсеев там еще Сергей. И Пупков еще, и тоже Сергей. Выше, цитата из Сократа, «Ты отвергал знания, теперь пишешь о премудрости, повторяю, у тебя сбитые ориентиры, определись». Это канал «Восвятий Библии», опубликован 12 декабря 2018 года. Ну, а тут дальше, что у нас, когда заходит человек, вот подписаться там, подробную информацию, добавляться в друзья, в контакты, в Твиттере. Один пишет, название «Недовольный». Оператор – истинный христианин. Ему скучно. А задача у Лапкина, оператора. Ну, там Сергей Пупков снимает. Сергей парализованный, парализован во славу Христа. Говорит, хорошо жить дураком. Сергей Евсеев. Не знаю, не знаю, но смирение у него есть. У Виталия, значит. Так. Сергей парализованный. Смирение и равнодушие очень похожи. Сергей Евсеев. Не знаю, не знаю, не про Василия или с цитом Евангелия от Матфея, глава 25, 35, 45. Может, не узнали? Сергей парализованный. Это местор под Сергея Пупкова. У вас маленький ориентир избитый. Так и заблудиться можно. Сергей Виш разговаривает. Я никогда не захожу на это. В скайпе. А тут время много уходит. Сергей Евсеев. Евсеев. Опять же не знаю, избитый ориентир у меня или нет. Василий Николаевич. Кто-то видит алчущего, жаждущего, больного, но нагого. Кто-то видит хитрого, ленивого и дурака. А судить будет Господь. Кем он был? Мне бы себя видеть правильно. Сергей Козлов парализованный. В незнании ты прожил жизнь. Евсееву говорит. На дурака. Тебя не надо судить. Ты уже осужден. Он, видимо, доступ имеет к осудительным материалам. Сергей Евсеев. Где-то считал, что скушали монаха, чтобы он возгордился, называя ему, о чем он грешен-то. А монах говорит. И в этом грехе каясь, и в этом и так далее. Пока не обвинили, что он не верит в Господа Иисуса Христа. Монах встал и говорит. Э, нет. Это не про меня. Верую вот так и здесь. Верующего не судится, а неверующий уже осужден. Это не про меня. Верую я в Господа Иисуса Христа, пролившего за меня кровь свою. Прости, брат, если я не понял. Сергей парализованно отвечает. Сергей Евсеев. Было бы уместнее написать твой лозунг? Не знаю. Этот монах говорил не о вере Христа-то. Он отрицал обвинение в ересе. Это Ава Агафон. Сергей Евсеев. И тогда я понял, что все люди только лишь думают, что знают что-то. Они даже не знают, что они ничего не знают. А знают все только Бог. Только Бог может быть мудрецом. Сократ. Сергей парализованно. «Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум». Притча 18.2. Сергей парализованно. «Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью». Притча 15.14. И далее он же. «Нехорошо душе без знания и торопливой ногами оступится». Притча 19.2. Сергей Евсеев. «Согласен». Вот еще притча 8.12. «Я при мудрости обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». И даже Евсеев говорит, «Все это правильно о знаниях. Но кто хочет обличить Василия Николаевича, должен помнить, что он сам такой же грешный, несовершенный человек и может ошибаться. Поэтому и говорю, что не знаю. Бог знает». Сергей парализованно. «Василий Николаевич, и ты увидел себя, поэтому защищаешься. И не знаешь, потому что духа святого не имеешь». «А других страхом спасайте, и сторгая из огня, обречайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая сквернена плотью». Сергей Евсеев. «Это точно что-то есть, но сначала увидел в нем Христа из Святого Евангелия от Матфея, глава 25, 35-45 стих, с чего и начал комментарий к ролику. «Но многое от вас, Сергей, узнал, что у меня ориентиры сбиты, что в незнании прожил жизнь на дурака, и что уже осужден, что Василий Николаевич, это я, и духа святого не имею. Есть над чем подумать-то. Благодари». «Благодарен, правда, спаси вас, Господи». Александр Карелин. Это не тот ли, который чемпион по борьбе греко-римской там Сергей Парапризованный? «Ага, а как победить лень и дурака в себе? Может, лучший совет, чем друг друга пихать-то притчами?» «Так, непонятно, Птаха какая-то, Козлов, а тебе можно сказать то же самое. Ты своими устами сам себе судишь». «Саша». «Нашел чему завидовать?» «Привет тут какой-то». «Давайте соберем Василию денег на дом. Я за». «Максим». «Серега, возьми меня к себе. Я тоже могу так тупить». «Наталья, спроси его, скольким людям он помог. Человек 70 лет, его не исправишь, и меняться он навряд ли будет. Лентяй, да не, но добрый человек, хочу ему помочь. Но не знаю адрес, напишите в личку». Александр Карелин, Сергей Попов. «Раньше я тебя осуждал за Василия, а сейчас прошу у тебя прощения за то, что был скор на суд по тебе. Ты истинный христианин с добрым сердцем и терпением». «Терпения у тебя много». «Василий, конечно, косит под дебила, просто вот и всё. А братья, как бремя, его несут». «Сергей, тебя вознаградит Бог за доброту и терпение. Ещё жизнь. Не занять денег, но дать займы». «Так правильно, Дмитрий. Лентяй позорный, гнать его отовсюду». Галина Влеска. «Василий, попросись к деве Агафьи Лыковой на изучение обогрева наших сибирских жилищ. Или же это твоя любимая деменция с исключительным правом на свою беспомощность. Бог светит над всеми одинаково». «Наталья, Василий, миленький, 600 тысяч большие деньги. Сколько в посёлках просто брошенных-то домов. Так что не бери кредит, это рабство». «Валентина, Роман, ты много вообразила себе. Ты, будучи в Потеряевке, элементарной мужской работы не мог понести и был изнан. мне думается, и твоё благовестие не лучшего качества, чем та работа. А женщин этих не учи. У них для этого есть мужья, чтобы учили. А ты вот женись, роди детей, ты учи жену и детей-то. А у людей одна головная боль от твоего учения. Ну и дальше, что переговаривает, то Елена, вот читайте. Сразу женщина давай одобрять её. Молодец, молодец, так. И Рахиль говорит, но не всегда же тебя Игнатий Тихонович поддерживает. Он на меня сослался тут. А Роман, да, но в этом вопросе, который я опять долбил-то, сегодня для вас, он сказал на этом виде вот так. Дмитрий. Роман, Игнатий Тихонович, тебе неоднократно говорилось, что все мы тебя здесь любим, но моментами ты перегибаешь и нелепо смотрится, поверь. То, что ты искренне ревнитель Христа, ни у кого сомнений нету, но копировать и ты ни у кого не получится. Он такой один в этом плане. Копировать, я имею в виду поведение, манеру, проповедь. Так что прекращай, брат, иначе тебе сейчас женский коллективный разум просто съест и не подавится. Храните его Господь. Роман, не подавится. Рахиль, Дмитрий, Рома не поймет этого. Роман, я все понимаю. Рахиль, Дык, шо же, одно и то же замужнее, то, а Роман, я всем говорю, а вы только о себе любимых думаете, Рахиль. Иди благовестуй, ты чем ты хвастаешься, все здесь пасешь нас. Елена, поставь свое благовестие, так называемое, здесь, сейчас ролик свой, и будет видно, какой из тебя благовестник-то. Не можешь, потому что ничего нету. Роман, ко всем же сказался, кто хочет, ты и за мной, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной, Лука 9,25-то. И дальше. Рахиль, Дык, ты иди, а шо ж ты тут торчишь-то, да? Вы все пишете и пишете, а я вам отвечаю, говорит Роман. Елена, давай, не распыляйся, а документами нас, документами своего благовестия. И далее, что Трахиль говорит, Елена, по порядку. Роман говорит, когда вы перестанете писать, тогда дам ссылку на ролик. Окей, ждем. Ты меня же выгоняй, так, Роман. А вы разрешаете остаться, Елена Павровна? Не отвлекайся, оставь, мы тебя любим. Я говорю, если все, люби-то у нас журнала лежит, там что-то считаешь, и видно, что то ли не верит человек, то ли что. Ну, Роман теперь дальше. И вот как разговаривают они между собой, вот так, смотрите, я уже не могу считать. И вот пишет Гору. Жену я даже и не ищу себе, а толку-то? Все равно ничего не получается. Не знаю я, что такое себе, да и не узнаю, я так думаю. Эх, живем-то всего один раз, нужно пострадать за Христа, обязательно нужно. Все, ищет, ищет, невесту не находит. Дай Господи Боже, чтобы мысли мои злопамятности не посели дурных семян в моем сердце и не выросли плоды мщения. Во гневе истину говорю я, или только нарубить дров. День за днем, вот так, считать его здесь, я говорю, снимать все, абсолютно все, прощание, похороны, речи, обед, и ваш приезд и отъезд. Повторяю, что все, все, и потом мне сюда все это переслать. А его домашним скажите, чтобы на нашем ютубе смотрели, будет материал интересный, наша с Сергеем переписка продолжительностью 7 лет. Это в бумажном варианте около 800 страниц книга. Да, пишу я еще ролики, которые система назовет уже повторными, лучше в одну папку и дальше. Берегите, жду их закачивания. Я отослал показать наши ресурсы, тут очень пожалуйста. Вот так показываем, куда и что. Форум. Это наш ютуб, это православный библейский сайт. Посещать, не знаю, сколько форум, увидел сейчас не меньше 300 человек в день. Это очень-очень мало. Но по делу приходят, тогда как раз. Я 300-то не вижу нигде. Такой аудитории нету. Все на этом. Нету. Нету. нету.